Здравствуйте, уважаемые телезрители! В этом году на Украине торжественно отметили 400-летие со дня рождения Богдана Хмельницкого. Съемочная группа нашей программы побывала на родине Великого Гетьмана в Черкасской области. Сегодня два наших великих славянских народа, русский и украинский, переживают очень сложное время. И, честно говоря, мне, по матери украинцу, а по отцу русскому, очень больно и обидно смотреть на то, как бессмысленно и глупо разрушается сейчас то хорошее, что нас всегда объединяло. Но все-таки хочется верить, что когда-нибудь и среди наших политиков появятся люди, которые будут любить свою землю и свой народ так же, как любил их когда-то Богдан Хмельницкий. Родиной Богдана Хмельницкого, по одной из версий, считается город Чегирин. Когда-то здесь, на высоком холме, стояла древняя казацкая крепость. Здесь же находилась и главная резиденция Гетмана. Сегодня отсюда смотрит в бескрайнюю даль Великий Богдан. Призывно подняв над головой булаву, он застыл в гордом и величавом движении. Вокруг него теснится верное войско из запорожских казаков и украинских крестьян. Здесь же, соединив руки в братском рукопожатии, стоят сыновья одной матери, Киевской Руси, русский и украинец. Разными были исторические судьбы наших народов. По-разному развивались их языки и традиции. Но более трехсот лет назад сам Бог соединил их вместе, чтобы они смогли отстоять свою свободу и веру отцов в схватке с жестокими врагами. Яркими и красочными были торжества в древнем Чагирине. Целый фейерверк танцев, песен, улыбок захлестнул зеленый газон скромного местного стадиона. Казалось, что все цвета радуги, все сочные краски щедрой южной природы соединились вместе на этом веселом и пестром славянском празднике. Здесь мы еще раз почувствовали, как нелепо и глупо нынешнее искусственное разделение России и Украины. Отношение к нам со стороны простого народа было самое чудесное. Незнакомые люди, узнав, что мы из Москвы, приглашали в гости на праздничный обед, артисты предлагали выпить чарку горилки, а милиция разрешала проходить везде, не спрашивая пропусков. К сожалению, мы были единственной съемочной группой из России, которая приехала на этот праздник. А жаль. Здесь было на что посмотреть и что показать. Однако новые информационные границы, воздвигнутые между нашими странами, лишили миллионы российских телезрителей, среди которых, кстати, и масса украинцев, возможности посмотреть это замечательное, красочное торжество. От всей огромной России на 400-летний юбилей Богдана Хмельницкого приехал только кубанский казачий хор. Как известно, кубанцы – прямые потомки запорожских казаков, переселенных в свое время в Россию. Глядя на их зажигательные танцы, мы все время ловили себя на мысли. Как много общего и похожего роднит наши народы. Как много крови пролили они вместе, чтобы сохранить свою веру, свой язык и свои неповторимые традиции. Сколько мук и страданий пришлось им пережить за прошедшие века от иноземных врагов и собственных экспериментаторов. И неужели все это для того, чтобы сегодня рассориться и разойтись из-за чьей-то глупости, гластолюбия и упрямства? Неужели история нас так ничему и не научила? Много веков назад княжеские междоусобицы погубили Киевскую Русь. После этого понадобились столетия кровопролитных войн, жестоких смут и ужасных потрясений, прежде чем наши предки смогли сбросить унизительное иноземное иго и обрести свободу. Сама история заставила русских и украинцев объединиться, чтобы выжить и сохранить свою национальную самобытность. И помог им в этом гений и государственная мудрость Богдана Хмельницкого. Великий патриот и защитник Украины, он не стал строить независимость своего народа на его же костях и страданиях, а избрал единственно правильное в тех условиях решение – объединить силы с единокровными и единоверными братьями ради победы над жестоким врагом. Пусть сбылось не все, о чем он мечтал, но он достиг главного – сохранил украинский народ. За это великий Гетман заслужил вечную благодарность потомства и бессмертную славу. И хотя сегодня на Украине находятся люди, которые называют Богдана Хмельницкого предателем украинского народа, продавшим родную землю москалям, имя его по-прежнему свято для большинства нормальных людей. И никакие попытки нынешних временщиков и самозванцев облить грязью или очернить в глазах потомков имя Гетмана не способны вычеркнуть из истории его титаническую фигуру. Иконописцы прошлого изображали Богдана Хмельницкого вместе со святыми угодниками под благодатной рукой Богородицы. Вряд ли кто-нибудь из нынешних политических деятелей когда-либо удостоится этой чести. Богдан Хмельницкий был сыном мелкого украинского шляхтича и простой казачки. Именно ему, чагиринскому сотнику, и было суждено возглавить в 17 веке историческую борьбу украинского народа с Речью Посполитой. После разгрома Киевской Руси орда Механа Батыя северные княжества оказались под властью Золотой Орды, а южные были захвачены Литвой и Польшей. К концу 16-го столетия Речь Посполитая оккупировала практически все украинские земли. Венгры подчинили себе Закарпатье, Буковина досталась Молдавскому княжеству, а в Причерноморских степях хозяйничали крымские татары. На захваченных землях польские феодалы установили невиданный по жестокости режим. Польский помещик имел право не только избивать, продавать и менять своих крепостных, но и убивать их без суда и следствия. Во многих областях Украины барщина составляла 5-6 дней в неделю. Стихийные восстания крестьян и казаков польские войска топили в крови. Население целых деревень вырезалось под корень. Захваченных в плен повстанцев шляхтичи предавали мучительным пыткам. С живых сдирали кожу, сажали на кол, жгли на кострах. К национальной ненависти добавлялось и религиозное. С самого начала Речь Посполитая пыталась огнем и мечом обратить православное население Украины в католическую веру. В городах большинство православных храмов было превращено в костелы. Тем, кто отказывался от веры отцов и принимал католичество, поляки предоставляли всевозможные льготы и преимущества. В 1596 году, чтобы окончательно подчинить церковь на Украине Папе Римскому, была учреждена церковная уния. Переходившим в нее православным было разрешено проводить службы на церковно-славянском языке и сохранять некоторые обряды. Однако своим главой они должны были признавать только Папу Римского. Но большая часть народа продолжала упорно держаться старой веры, которую тогда на Украине называли русской. Самые непокорные уходили в Запорожскую сечь, ставшую центром народного сопротивления польским оккупантам. Папу Римского Побывавший в то время на Украине французский инженер Баплан оставил следующее описание запорожских казаков. Казаки высоки ростом, сильны, проворны и любят хорошо одеваться. Они исповедуют греческую веру, которую называют русской. Они быстроумны и проницательны, весьма остроумны и щедры, не стремятся к большим богатствам, зато больше всего дорожат своей свободой, без которой не хотели бы жить. Они чрезвычайно крепкого телосложения, легко переносят холод и зной, голод и жажду, неутомимы на войне, мужественны и часто столь дерзки, что не дорожат своей жизнью. Если бы верхом они были же столь искусны, как в пехоте, то, думаю, могли бы считаться непобедимыми. В конце 1647 года в окрестности Запорожской сечи, где тогда стоял польский гарнизон, прибыл Богдан Хмельницкий. В его лагерь постепенно стали стекаться казаки, крестьяне и горожане. 24 января 1648 года они освободили сечь от поляков. Этот день и стал началом всенародного восстания на Украине. Против восставших польский король двинул огромную армию во главе с великим коронным гетманом Миколаем Потоцким. Над многострадальной землей Украины вновь поднялись клубы дыма. Костры казачьих застав и горящих деревень обозначали путь надменных завоевателей. Много лет я прожил. Много спрашивал у казаков, но и они не упомнят, что в старый Днепро разлился, как в эту весну. Посмотрите, берегов не видно, море. А то не снег растаял и не лед. То ручьи слез народных потекли у Днепро, то земля украинская больше не принимает крови, слез, замученных детей, отцов, дедов, а прадедов наших. А шляхта на сеймах в Варшаве. Потоцкий, Вишневецкий, Острожский, Калиновский, князья, князьки, ксюнзы выхваляются якогнем и вечем, уничтожат хлопов. Ты, Максим Схизмат, вы, лицари бытла, я хлоп при тренге. Вот что Польша нам дала, а взяла у нас все волю, честь, жизнь. Помнишь, живьем сожгли в медном быте на Лывайка? Помню. Аблюхи! Позрите, мыцари! Ободранные отрубленные головы павлюги Гремича! Аблюхи! Их казаков славных, верных сенов украинских на площади в Варшаве колесовали, а из живых живы тянули. Мученики во гробах попьют к нам о мщании, так будем ждать позорной смерти или пойдем в бой? Отечество, свободу и честь, пожизнь на ряду! Под желтые воды на первый бой, а там будем гнать Пановляхов с Украины до самой вилы! В кровопролитных сражениях у реки Желтые воды и под Корсунем армия повстанцев под предводительством Богдана Хмельницкого на голову разбила все коронное войско Речи Посполитой. В Европе это событие произвело ошеломляющее впечатление. Всю Украину охватило пламя народной войны, которая перекинулась и в Белоруссию. Запылали ненавистные польские замки и помещичьи усадьбы. В своем донесении Варшавскому сейму киевский воевода Криштоф Тышкевич писал «Теперь каждый крестьянин наш враг. Каждый город, каждое селение мы должны считать вражеским отрядом». В течение последующих шести лет войска под командованием Хмельницкого одержали еще ряд блестящих побед. Однако из-за предательства крымских татар, с которыми Гетман вынужден был заключать договоры, чтобы обезопасить свой тыл, несколько раз казацкие войска упускали из рук победу и сами оказывались на краю гибели. Шестилетняя кровопролитная война истощила силы украинского народа. Усложнилось и международное положение Украины. Наиболее дальновидные политики понимали, что в одиночку против поляков, татар и турок долго сражаться невозможно. Зная это, и сам Гетман уже давно стремился к воссоединению с Россией. Начиная с 1648 года, Богдан Хмельницкий неоднократно обращался к русскому царю с просьбой принять его с войском и всеми городами и землями под свою руку. Несмотря на то, что Россия в тот момент также находилась в сложном положении, она немедленно откликнулась на призыв о помощи от своих единоверцев. Специальным указом царь разрешил украинцам беспошлино торговать в своих землях. Из России на Украину также беспошлино везли хлеб, пророх, соль, железо. Многие донские казаки с первых же месяцев восстания влились в запорожское войско. Наконец, в 1654 году состоялась историческая Переяславская рада. На ней казаки, горожане, крестьяне, старшины и полковники единодушно высказались за воссоединение с Россией. Чтобы вовеки все едины были, о чем целовали крест. Это событие стало вершиной дипломатического искусства и прозорливости великого Гетмана. В течение последующих лет объединенные силы России и Украины окончательно уничтожили военную мощь Литвы и Польши, а впоследствии ликвидировали и турецко-татарскую угрозу с юга. После кончины Богдан Хмельницкий был похоронен в церкви Ильи Пророка на своем родовом хуторе в селе Суботово, что недалеко от Чигирина. Во время юбилейных торжеств сюда приехал президент Украины Леонид Кучма, чтобы открыть новый памятник великому Гетману. Здесь же собрались местные жители, представители украинского казачества и несколько групп украинских националистов с Западной Украины. В этот день было сказано много верных слов о вкладе Богдана Хмельницкого в создание украинской державы, о независимости, о патриотизме. Но почему-то все выступавшие промолчали об одном вопиющем факте. Между тем, три года назад на уже независимой Украине был совершен чудовищный акт вандализма по отношению к памяти великого Гетмана. Из музея в Переяславле неизвестными подонками была украдена его личная сабля и две булавы, одна подаренная московским царем, другая – польским королем. До сих пор преступники не найдены. Наверное, поэтому, по словам местных жителей, на новом памятнике Богдан Хмельницкий получился таким печальным. После открытия памятника наша съемочная группа побывала в церкви, где был похоронен Богдан Хмельницкий. Правда, сама усыпальница не сохранилась. Сейчас на ее месте только эта плита, но праха Гетмана под ней нет. Его выбросили отсюда поляки во время очередного нашествия на Украину. По преданию, жители Субботова подобрали останки Хмельницкого и перезахоронили их в потаенном месте. Расположение новой могилы хранилось в глубокой тайне и передавалось из поколения в поколение. Как гласит легенда, после смерти последнего хранителя секрета, место погребения Гетмана было утрачено навсегда. Почти 40 лет церковь была закрыта. Служба возобновилась здесь только 5 лет назад. Но настоятель храма, отец Иоанн, уже успел снискать уважение и любовь тех, кто сюда приезжает, как человек истинно христианской души и доброго сердца. У день памяті 400-летия великого князя Гетмана України Богдана я хочу звернутися з промовою до великого російського народу. Дорогие брати и сестры, мы славяне одними крови. Наши батьки и прадеды захищали нашу землю от половцев, от татар, от турков и других завойовников. И сегодня, в день памяты великого Гетмана Украины, я витаю всех христиан Русской Православной Церкви с этим великим святом. И нашим, и в свой час, и вашим было, и будет. И эти разделения, которые сейчас посеял нечистый дух, лукавый между нашим народом, это тем временем. Мы верим, что Господь Бог объединяет нас в единую святую Вселенскую Апостольскую Церковь. Что мы снова, славяне наших князей и гетьманей, объединяемся в одну христианскую, или православную, или как мы будем называть, родину. И Господь Бог Иисус Христос будет над нами лаской своей, и над Москвой, и над Киевом. Нехай Господь, дорогие во Христе брати и сестры, благословляй нас на подвиг, на счастье, на любовь, на добро один одному, чтобы наши славянские страны процветали из одного ступеньки ввесь и ввесь выходили. И чтобы сказали, что когда-то другие народы мира, видишь, это христианский народ, велика Россия, но и велика Украина. Мы родные брати по духу, и Господь нас всех разом прийме. Одне небесное и вечное царство. Божаю вам, дорогие во Христе брати и сестры, и тем друзьям, которые приехали с телебачения у нас в святый храм, мир, счастья и здоровья на многие вам и счастливей лета. Побывав на юбилее Богдана Хмельницкого, мы еще раз убедились в главном. Вопреки всем границам и таможням, простые люди, русские и украинцы, по-прежнему хотят дружить. А нынешнее искусственное разделение не принесло большинству из них ничего, кроме новых проблем. И в России, и на Украине живут сегодня миллионы семей, у которых есть родственники по обе стороны границы. И они по-прежнему ждут, когда же политики наших стран смогут наконец найти время и договориться, чтобы сделать их жизнь достойной и неунизительной. Потому что ни на вражде и ни на доверии строится подлинное величие государства. И не из мелких обид и претензий складывается подлинная независимость, а только из любви, доверия и дружбы. Мы же хотим сказать огромное спасибо всем нашим новым друзьям на Украине. Вертолетчикам из Кременчугского летного колледжа, директору и персоналу гостиницы «Кремень», фонду «Дар», оргкомитету всенародного движения имени Богдана Хмельницкого и всем остальным прекрасным людям, которые бескорыстно и самоотверженно помогали нам в создании этой передачи. Мы желаем им, а также всему украинскому народу, счастья, процветания и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова